Добрый день! Или что там у вас сейчас, доброе? Раз уж начал я рассказывать про всякие штуки для хранения в гараже, продолжу. Вот в прошлый раз я рассказал вам про эту магнитную полку, про вот эту пластиковую полку, но это больше напоминало вариант что где как купить. А теперь всё-таки лучше перейти к тому, что более привычно, что как можно сделать. Так, и сегодня поговорим вот о таких замечательных шурупиках, которые можно закрутить и на них повесить ключик. Шучу, конечно. Такого примитива мы не будем касаться. На самом деле сегодня о двух вещах расскажу, вот о таком лотке интересном. Я раньше всегда видел их в магазинах стройматериалов, в них хранятся всякие мелочевки, шурупы и прочее. На самом деле называется это лоток для инструмента, как ни странно. И про вот пилку для ножовки по металлу. И про то, что их объединяет, как ни странно. Так, вот эту штуку я много искал везде, а нашёл... Нашёл я этот лоток для инструмента, ну, я раньше не знал, что он так называется, теперь знаю, в Леруа Мерлен. Их вот я себе сделал такую пометочку. Делят на три вида. Лоток номер один, лоток номер два и где-то ещё есть лоток номер три. Цена очень приятная. 22 рубля за первый лоток, то есть вот этот 22 рубля стоит 67, вот этот лоток стоит один. В Леруа Мерлен они там зарыты очень хорошо, их без бутылки не найдёшь. Написано, вот карта у меня. Нужно зайти в скобяные изделия, сейфы, сейфы, представляете, органайзеры. Следующий шаг, и вот вы найдёте там вот эти лотки. Так не найдёте. Все знают, что это очень удобная вещь. Они ставятся один на другой. То есть можно его взять и куда-то унести, где нужно он будет. Но мало кто знает о том, что вот здесь есть такая штучка интересная. Их можно даже вешать. Вешать их даже удобнее, чем ставить друг на друга. Вот смотрите, на днях я сделал себе вот такую инструментальную стену. На ней повесил полочки для инструмента. Очень удобно вот так снял и пошёл куда надо делать то, что надо. Потом пришёл, сделал своё дело. Повесил её на место и всё. И она здесь. Всё видно, что в них лежит. И удобно. Быстро можно взять и быстро положить на место. В лоток номер два легко помещаются шестигранники. Большинство свёрел. Ну, а в лоток номер один вот всякие болтики и прочая мелочёвка. Один только подвох. Я нигде не нашёл крепежа для этих лотков. Сделал вот такие самодельные из мебельных уголков, которые продаются в хозяйственном магазине. Это для лотка номер два. А лотки номер один я придумал крепить вот так на полотне для ножовки. Просто закрепляю. Здесь есть отверстие. И вот здесь вот прикрепляю, чтобы не прогибалось подвесом. Сейчас полотна для ножовки делают из плохой стали. Она гнётся. Так что можно не бояться, что она лопнет, хрустнет. Конечно, сломать можно всё, что угодно. Даже стеклянный. Вот только приключения полотна для ножовки в моём гараже на этом не заканчиваются. Давным-давно была сделана вот такая, можно сказать, её теперь назвать полочка. Она это уже заслуживает. Для разного рода плоскогубцев. Смотрите, сколько плоскогубцев. И все держатся на одном полотне. И оно уже больше года и до сих пор не отвалилось. Всё, копейки стоят. Очень удобно ложить, снимать плоскогубцы. Вообще не заморачиваясь. Занимает очень мало места. И следующее применение полотна от ножовки по металлу. Это вот такая ещё одна полочка для рулетки и прочей фигни, которая может на что-то, на поиск, к примеру, иметь крепление. Вот. Куда ещё её положить? Только на полку. Опять груда. Тут она красиво висит и занимает минимум места при этом. Про полочку вот такую самодельную для ключей я, конечно, пошутил вначале. Но и она у меня имеет место быть. Пожалуй, для этого выпуска про порядок в гараже хватит. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.